Встреча с предпринимателями Встреча с предпринимателями Встреча с предпринимателями откажет вам в решении тех вопросов, которые у вас есть. А основная задача нашей встречи сегодня все-таки рассказать о тех программах, возможностях, которые у нас есть. И поверьте мне, что мы постарались подготовиться по все выступающие, по тем направлениям. Это не просто какая-то информация, а действительно понятная, четкая, конкретная информация, которой каждый из вас может воспользоваться. Спасибо. Уважаемый Владимир Сергеевич, уважаемые предприниматели, добрый день. В своем выступлении я коротко охарактеризую те тенденции, которые сегодня мы наблюдаем в экономике Тульской области, те перспективы, которые мы видим в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и те направления, где у нас наиболее тесно идет сотрудничество власти, бизнеса и местного сообщества. Первый слайд, пожалуйста. Я коротко охарактеризую основными макроэкономическими показателями то состояние экономики, которое сегодня у нас есть. Первый и самый основной для нас, как промышленного региона, это индекс промышленного производства. За 2013 год он составил 9,5%. Я не хочу выделять сегодня отрасли лидера, предприятия лидера, и просто хочу поблагодарить всех руководителей предприятий, которые действительно в очень сложный период достигли такого очень хорошего показателя. Этот показатель занимает второе место в Центральном Федеральном округе и десятое место в Российской Федерации в целом. Следующий слайд. Объем инвестиций в экономику Тульской области составил почти 90 миллиардов рублей. Мы занимаем седьмое место в Центральном Федеральном округе. Впереди нас Москва, Московская область, Воронежская, Белгородская, Липецкая и Тамбовская. Это наши ближайшие ориентиры. Мы действительно стараемся, чтобы область была конкурентоспособной, и чтобы ближайшие наши партнеры и конкуренты по привлечению инвестиций, действительно мы их превосходили, то есть по объему привлечения инвестиций. Следующий слайд. Собственные доходы к консолидированному бюджету. Это то, сколько с вами мы зарабатываем в бюджеты всех уровней, региональные и местные. Сумма составила 52,5 миллиарда рублей по индексу. Это первое место в Центральном Федеральном округе и четвертое место в Российской Федерации. Сегодня шестой по объему бюджета – это бюджет Тульской области в Центральном Федеральном округе. И можно сразу сказать, что это те деньги, которые мы с вами вместе можем потратить на социальные программы, на инфраструктурные проекты и те затраты, которые определяют качество жизни людей на нашей территории. Да, вот одну секунду, коллеги, я просто сразу комментарий вот к этому показателю. У нас прирост по 2013 году по отношению к 2011 году почти 30%. На следующем слайде отражена средняя начисленная заработная плата работников, организаций и предприятий Тульской области. Сегодня это четвертый показатель в Центральном Федеральном округе, она составляет 23 с небольшим тысячи рублей. Действительно, это очень значительная победа 2012 и 2013 годов, потому что конкуренция на рынке рабочей силы, я о сегодня еще скажу, действительно очень остро, и мы должны не сдавать эти позиции, а двигаться вперед по повышению заработной платы нашим сотрудникам. В целом, не буду остановиться на других показателях, это наиболее яркие и действительно макроэкономические, по которым, я думаю, у вас уже сложилось мнение о том, что действительно экономия Тульской области развивается достаточно эффективно и хорошими темпами. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok